А давайте я задам вопрос такой простой. Зачем Богу давать Его церкви, общине дары и для чего это нужно? Для роста, для созидания святых, чтобы все содействовало ко благу людей, да? Хватически можно сказать, чтобы представить ее себе славную общину, не имеющую ни пятна, ни порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Можно сказать или нет? Понял, что Он умер для того, чтобы так сделать, но также и дал дары Своей в общину, чтобы они помогали людям совершать этот путь. Но ведь не только пророки помогают совершать путь, не только пастора помогают совершать путь, не только апостолы и учителя помогают, но также и люди, которые имеют дар любви, дар милосердия, дар страноприимства. Правда? Кто понимает, что страноприимство является даром? Даром получили, даром отдавайте. Понимаете, что страноприимство, странных людей принимать, это дар. Очень редко, понятно. Сейчас, между прочим, есть модная позиция. Если посмотрите в интернате, люди, неверующие люди, объединились в такой сайт, если ты куда-то едешь, ты говоришь, мне нужно переночевать в Москве, например. И здесь раз, несколько человек, я приглашаю к себе, можешь у меня переспать, и так далее. И люди бесплатно, просто бесплатно приезжаешь, ночуешь, объединение такое, молодежь сделала, и неделю, и две, и как бы так вот, какой-то такой вот шик куда пошел. А потом я приду к тебе. А потом, да, приезжают странные люди, говорят, где все. Но я говорю о том, что этот дар, он и является дар. И в свое время, когда община, вот, будем говорить так, пятидесятников в советское время были в гонении, то, например, мне ничего не стоило узнать адрес людей, которые ходят в церковь, прийти и сказать, я из церкви такой-то или общины такой-то, мне нужно переночевать и все. Мне знают нашего епископа или апостола, который, мы говорим так, епископа, и все. Это достаточно было. И люди, ты мог ночевать у них, они давали тебе кушать, все, а потом давали еще ключи, говорят, когда ты будешь ходить, закроешь под коврик, положишь ключик. Вот странно, да, что как будто не все остальные не под коврик ложат. Можно было просто так под коврик поднять, поднять там ключи. Все такие умные. Но все равно это было странно приимство. Я верю, что это тоже дары. И эфессианам, именно 5 глава, 28, говорит, чтобы представить ее себе. Для того даются дары в теле Господнем, чтобы представить ее себе чистой церковью. Все это он делает для себя. Между прочим, я задал вопрос, зачем мы вообще верим? Мы верим, потому что мы эгоисты. Мы самолюбивы. Мы хотим что-то от Бога получить. И самое главное, мы верим, чтобы попасть на небеса. Это уже внутреннее состояние эгоиста. Нет, нормально. Многие, когда будут смотреть по сети, или же там брать эти диски, будут думать, пастор загнул. Ведь христиане не должны быть эгоистами. Но, извините, если вам безразлично, куда вы попадете, зачем вам тогда верить? Мы, на самом деле, мы что-то от Бога хотим. Каждый член общины имеет особое служение в теле этой общины, поместной общины. Когда мы приходим в общину, когда мы рождаемся свыше и становимся членами общины, Бог уже приготовил нам место, наше место в этом теле. Но нам его нужно открыть для себя. Нам необходимо открыть. Все ли нам нравится на работе, которую мы делаем? Мы все хотим быть миллионерами? Вот так. Раз и все. По щучьему велению, да. Покажи мне эту щуку с такими зубами. Называется пирамида. Пирамида, да. Я по самому говорю, что фактически люди хотят ни в чем не нуждаться и ничего не делать. Ну, это натура человеческая, слабость. Мы все думаем, что мы в Адемском саду, что для нас все выросло, все, и можно голым ходить, никто не обращает внимания на тебя. Правильно? Потом, ой, что-то случилось. Но здесь суть-то, что нам нужно найти то место. И то, что бывает даже не хочется делать, но нужно делать. Потому что ты понимаешь, что в этом есть благословение для других людей. Нам не нравится, например, сделать замечание родителям, которые, дети, которые бегают. Правда? Или наоборот. Нам очень хочется им сказать. Воспитывайте своих детей. Забрать из себя. Мешайте пастырю говорить. Понятно, да? Я сейчас так думаю, что мешает пастыру проповедовать. На самом деле, это совсем другие эгоические принципы. Но, в существе, мы либо хотим, либо не хотим сказать. Но сказать необходимо. Помочь. Но в этом, как это сделать, так, чтобы люди не обиделись. Да мне начихать на что-нибудь, обижаться. Ага. Что ты сеешь, чтобы держать? Эфессианам 4 глава. Это после Галатов. Если вы попали. Смотрите. Тело Мессии, мы говорим, это община. Из которого все тело составляемо и совокупляемо посредством всяких взаимоскрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена. получает приращение для созидания самого себя в любви. То есть, любез вами, твой дар, который ты обнаружил и действует, он укрепляет тебя в той любви, которая у тебя уже есть в Духе Святом, Духом Святым, дано. То есть, любое твое служение, любое, какое бы ты ни делал, оно должно действовать на основании любви Божьей, потому что он первого возлюбил нас, ибо так возлюбил Бог мир, тебя и меня, что он отдал своего сына. Это действие было для всех. И любовью Божью мы начинаем действовать. И по любви Божьей мы начинаем служить. Но вы запомните, что любовь не превозносится, любовь не завидует. Почему мне дали мы два туалета, ему только один. Он завидует, что ему три туалета дали помыть, а то ему один. Не ищет своего. Конечно, свое найти в этом дерьме как можно. Понял, да, да, наконец-то дошло. Но на самом деле не ищет своего. Как уходить к другому? Переносит все. Все переносит. Аппаратуру, стулья. Покрывает, да. Столы покрыть надо, убрать их. И потом следующее. Посему я говорю вам и заклинаю Господу, чтобы вы не более не поступали, как поступают прочие народы, по суете ума своего. то есть Бог дает правильное мышление. Шизофрении в общине в церкви не должно быть. А я думал. В шизофрении не должно быть. Но проблески хотя бы какого-нибудь света. Его просто что-то одно делает. ой, я забыл. Амнезия начинается. А я думал. То что, да, я же не последний был. Это так явно, что практически мы, как верующие люди, мы должны быть готовы на всякое доброе дело. Мы не хотим этого. Хотя мы имеем свой дарт. Нам сложно. И реально наше эго, которое у нас внутри нас, оно не позволяет нам высвободиться. Но если мы умерли со всеми страстями в себе, да, вот, страсти, гнева, споров, утверждения своего, мы сможем это сделать. Чаще всего, когда люди просят мне что-то сделать, я делаю. Если не умею, я говорю, слушай, я не умею, но я могу помочь. Если у меня нету времени, говорю, я могу сделать тогда-то, тогда-то, как так вот Бог сделал. Не то, что я увиливаю, кто еще, но иногда мне приходится сказать, нужно сделать, и я сделаю. Ну и манипулируют этим, но это такое уже. Ибо иных Бог поставил в общине. Бог поставил. Как узнать, что Бог поставил? если синяков нет под глазами, значит поставил. Если синяки есть, значит отбивался и ставил себя сам на братском совете. Да? Или если миф сзади появился, крылья выросли, значит это Бога, что ли? Как узнать, что Богом поставлен человек на служение? Одних Бог поставил по плодам того призвания, которое он имеет. Правда или нет? Если некоторые позиции, мы будем разбирать, кто такой апостол, кто такой пастор, мы увидим, что есть то, что должен сделать, и по этой причине, когда он сделал, его признают тем, кто он есть. Как определить пророка? Когда он много говорит. Я понял. Когда много говорит, значит все. Ты можешь быть пророком. «Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования». Это 12 глава Римлянам, 6 стих. «Имеем различные дарования». Там есть уже в нашей Библии написано. «То имеешь ли пророчество по мере »? Если не про начитал, говорит, «Как Иисус Навин выявил израильский народ из Египта». Ой, я ошибся, из Моисея. «Будь» это я слышал собственными ушами. «Будь смел, как…» хотел сказать, как бы «Иисус Навин сказал, как…» «Не-не-не, этот, как его…» «Как Чапаев». «Я был в шоке». «А слышали, такое еще часто говорят? «Меня здесь нет», говорит Господь. «Меня есть». «Можете себе представить это? Безумно, потому что он не может пророчить по мере веры. Как можно сказать, что Бога здесь нет, и сам начинает пророчиться? Это уже, как сказал Дан Джастер, что если еврей говорит, «Я атеист», это сумасшедшее, потому что он уже свидетельствует о том, что я еврей, и он говорит о том, что Бог есть. «Так, имеешь ли служение?» Интересный вопрос. Это дар? Служение, дар? «Имеешь ли служение, пребывая в служении?» «Ой, пастор, я уже устал служить». «Прибывай!» «Учитель ли?» «В учении». «Увещеватель ли?» «Увещевай!» «Что значит увещеватель?» «Подходит, ну ты идиот!» «Посмотри, что ты наделал!» «Тебе один храм христиан, посмотри на себя!» «Люди не могут прийти в церковь, посмотри на то, что проходишь». «Вот увещеватель, да, есть такие?» «Есть такие!» «Проход, проходит, что жуешь жавачку, корова!» «Вот люди думают, что это увещевание, наехать на других, это увещевание». Увещевать не так, имея открытым сердцем, с любовью, да, правильно подвешивать язык, не имеется на веревку, а правильно рассказать. Учиться говорить надо. Реально нужно учиться, многим людям надо говорить, учиться. То, что они покаялись, Господь их освободил, но мозги, язык и поведение остается еще прежним мирским. Без Фини не разговаривают. Я понимаю, что им нужно тюремное служение, но я думаю, что это не закончится. Раздавай, так, раздаватели, раздавай в простоте. начальник ли, помните, говорили, там не должно быть управляющих и так далее, и так далее, это парацерковная группа, паранормальных есть. Начальник ли, начальству с усердием, слово усердие, оно может столковаться как с, ну, как бы сказать, с тем, чтобы с людей спрашивать и ответственность на них налагать, да, и с них спрашивать с усердием, имеется, почему и как и так далее, либо с усердием имеется в виду прилагать усердие к тому, чтобы управлять тем, что тебе дано, управлять тем, что его дано. Любовь да будет непритворно, отворачайся зла, прилипляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. И Таня говорит, слава Богу, что так говорится к братьям, на сестрам можно косы рвать. Да, да, вот теперь швабру в руки и вперед, помнишь, глаз. и так, в почтительности друг друга предупреждайте. Мария Ивановна, осторожно, здесь ступенька. не 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 по-другому. Что глаза вылопило, что не видишь, вставать нормально. У нас можно такое сказать. В Одессе все возможно. Так, в усердии не ослабевайте. В усердии не ослабевайте. Купите батарейку Energizer. Знаете, это такая вот реклама крутится такая. За зайчик, за все. Постоянно. Батарейка. Отключил себе и все. Но в самом деле здесь говорится о том, что в усердии. Усердие означает прилагать усилия к какому-то делу. И очень много сегодня верующих, мы говорили о том, что, ну, а если чересчур много на себя взял. Послушайте, сверхсилы Бог не дает. И ты, если ты берешь служение, то Бог верен помочь тебе пройти этот путь. Это наше нутро человеческое говорит. знаете, есть пословица, не брать тяжелого в руки, а дурного в голову. Да, вот так вот тише едешь, дальше будешь. Каждый имеет понимание, что он может сделать. Не нужно брать сверхсилы, нужно взять то, что ты можешь нести и потом с усердием, с усердием это делать, и в усердии своем не ослабевать. то есть, не говори себе, а я никому не нужен, а кто это видит, а никому это незаметно. Я такой столько поработал, потрудился и никакой благодарности. За кому тогда это нужно? Что это такое? Если мы ищем оправдание от людей, если мы ищем поощрение от людей, я вас уверяю, вы никогда не получите награждение от Бога. Потому что этого ищут язычники. Они ищут, чтобы их благодарили, взятки давали, цветы приносили, конфеты. Ой, спасибо вам. Знаете, как бывает так, что в общине поздравляли раньше, цветы давали, что-то еще. А потом получилось так, что у нас выбили люди, которые не смогли дальше продолжать это поздравление. Знаете, сколько было обид, сколько у меня было звонков, а меня не поздравили. Что это такое? Раньше цветы давали, а теперь уже что? Я никому не нужна? Я никому не нужен? Что это за дела? Я думаю, вещи, происходящие в общине, это испытание. Это то, что каждый человек должен пройти. Я должен пройти. И люди говорят, это какая-то демоническая захват душ, движение неправильное. Что происходит не то? Как я услышал один раз, когда один человек попросился из общины, мы его с миром отпустили, и следующее высказывание, евреи бегут, значит, что-то будет разрушительно. Евреи драпают, как крысы с парохода, значит, что, бумтануть? Что за такое? сами с корабля на балт и ушли туда. Проценились к этой маленькой группе, а потом оттуда убежали. мне один пастор говорит, пришли ко мне эти люди, и говорят, вот мы ходили в эту общину, потом мы пошли в другую бездурную какую-то такую сумасшедшую группу, это страшно было, что-то произошло, что они повернулись разум и говорят, теперь мы никуда не ходим. Он говорит, вы приходите сюда, в мессианскую общину, я буду рад, что вы будете приходить в все остальное. Думаете, они второй раз пришли? Нет. Это люди, которые ищут своего, ищут, они никогда не были вашими. Я верю, что люди, когда присоединяются к общине, они будут делить невзгоды, которые проходим, трудности, которые проходим, радости, которые у нас есть. Мало радости у нас было, сколько свадьбу. А теперь сколько детей у нас есть уже вырождаются. Одни, вторые. Мне уже по секрету говорят, а нас уже девять детей. Я говорю, слава Богу, не кричите, не кричите. Не, не, моменты такие. Для меня это большая радость, когда видеть даже естественный рост общины. Это потому, что это наши дети примут, то, что мы будем дальше делать. В нуждах святых принимайте участие, ревнути о страноприимстве. Между прочим, это послание идет ревновать о страноприимстве уже ко всем. Те, кто даятели, те, кто увещеватели, те, кто служители, те, кто учителя, перечисленные, выше перечисленные. А потом говорят, и хочу вам еще в нагрузку дать одну вещь. Будьте гостеприимны. Я вам скажу одну вещь. Одесситы очень негестеприимны. Нет. Вот начинается. Я далеко живу, а я в коммуналке, у меня туалета нету, извините, у меня стены не покрашены. Нет, я не, послушайте, я прошу вас, я просто говорю, что ощущение такое, потому что каждый раз мне говорят, давайте сделаем в Одессе ретрит наш, чтобы вся община поучаствовала, мы пригласим всех наших друзей из разных мест, я говорю, и куда? Ко мне в огород? Чтобы они там расселились. Конечно, у меня есть палатка, которая в длину 30 лишних метров и там 12 в ширину, там 500, ну, нет, мы поставили в Гамово, помните, когда у них был праздник, не видели, в Гамово белая палатка стояла прямо по центру, это наша палатка, мы там можем всех разместить, но, когда я думаю об этом, понимаю, что многие не могут, я нормально к этому отношусь, да, я нормально к этому отношусь, но поверьте, если когда будут трудные времена, я верю, что каждый человек захочет поучаствовать в чьей-то жизни и гостеприимство независимо, ты даятель, учитель, пророк, пастер, кто бы ты ни был, твое гостеприимство должно быть всегда быть открыто, одного человека принять, я помню, когда начались движения, вот духовные движения перемен в Советском Союзе в 80-е годы, это очень серьезно было, Ольвестер начиналось там, Бог сделает семья, мы ездили в разные места, когда пришло пробуждение на Украину, тоже очень серьезно люди принимали, но мы поехали в Ригу на первое служение, там тысячелетнее Прикрещение Руси, это было, праздновали, огромнейший стадион, спортивный, спортивный зал, там ледовый дворец, еще типа так, дворец спорта там был, огромнейший, и когда нас вечером мы поехали, нас определили, куда поехать, друзья там все, и я вам скажу, мы приезжаем в город, друзьям нас везут, автобусы, все, мы заходим с нашими друзьями, а там не то, что спать негде, там негде упасть, и я вам скажу, где я спал, хотите услышать? Нет, ванна как мне должны поднять утром, чтобы искупаться, я спал в коридоре напротив туалета, извините, музыкальный слух еще и тогда не был развит, но все было слышно, и то все поднимаются через тебя, хлоп-хлоп туалет, и все это прослушивалось, а другого места не было, и на кухне, возле ванны, возле туалета, везде, спали, в этой трехкомнатной квартире, человек 60 было один возле другого открываешь комнату и понимаешь что кто-то не покупался и таких человек 40 но это было какое-то особенное переживание что ты узнаешь людей не обращали внимание на все это и вот это это вознаграждение есть в этом я верю что очень интересно и правило просто попробуйте эти вещи делать но не принимайте идиотов странных людей которые не приходят церковь которая просто бендюжники христианские не нужно это делать и дальше и дальше начинать в нуждах святых принимать и ревнуть и стала принести благословляйте гонители ваши благословляйте а не проклинать и как вы думаете что это такое качество характера сколько раз вы слышали как христиане друг друга посылали давайте будем это откровенный да и здесь написано благословляйте гонители ваших мы представляем такое мы на собрании за без залетает омон всех повязала и в тюрьму ом и да благословит вас господь господа вот как бы мы понимаем что мы гоним из-за слова божья и все остальное а если на вас наехал брат или сестра потому что туда что-то сказал такое умное вы понимаете дачу говорю можно послать правильно бы брат постит уже к бы все бывает у верующих все бывает у верующих бы так но послушайте мы очень часто применяем это место для того чтобы как бы вот к врагам вот они враги нас уменьшает мы как смирены как христос был смирен и он как бы всех простил да но на самом деле врагом может быть тот ближний который данный момент на тебя наехал тебя во все поднялось ты его дина видишь лютой ненавистью хотя за тебя из-за него умер христос и ты думаешь и что мне до этого наплевать не что сейчас сери секунду будет иду ли я в ад или или в рай мне все равно я за его скажу что я о нем думаю как это называется нет как там все обильное христианское высказывание любви все объемлющие но он долго терпел пока пять минут пока вы подумал что сказать и высказал на все 20 потом радуйтесь радующимися плачьи с плачущимися вот тебе кино театр тут поплакали то посмеялись но послушайте это все дары это дары друзья я хотя бы вот я как бы смешно говорю да там это был где-то ирония все это дары благословлять гоняя кто вас ну проклинающих вас это дар реальный да попробуйте попробуйте заткнуть свой рот и сказать что-нибудь и павел говорит о том что из одного источника не может идти две воды сладкой и горькой невозможно не может быть благоприятие и и благословение он об этом это дар я пойму что в христиане никого да может 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 ну может но я и поэтому ими покаяние поэтому загрешает словом или дел по вот мы все это дело но у нас есть покаяние бежать к богу и как не в общине это делать но если быть этих папара нормальных этих церквях хотели групп когда ну дамы высказывают что они там делают специальное такое служение как исповедание перед друг перед другом писать собрание это из года в год из года в год они там перед другом исповедуются каких своих делах вот такой плохой и такой вот противный я такой церкви тоже был каждый раз когда каждый месяц еще начиналось его преломление братья в одну сторону сестры в другую и начинался исповедание и почистить вот они пишут что вот такая вот это была первоапостольская община люди располагались и говорили о своих грехах они там промаливались вот как бы они располагаются чтобы быть свободны это настоящая церковь которая без давления без всякого манипуляции все остальное да ну сняла я скажу нас тоже церковь была бизнеса манипуляции манипуляции все поздравили чтобы участвовать в это хлебопреломлении нужно просто исповедаться тобой нужно и дайте что так года в год уже стала такая привычка что выходили и приходили сидели и говорю не хочет сказать все подряд да ну как бы здесь говорят чтобы не были честны и начинаешь думать если ничего не скажешь я вот не согрешил в месяц не чувство свой никого греха на и начало придумывать ну разозлился на тещу вот без попутал взорвался поговорил ну и я что исповедался вроде бы да а внутри просто сказать что да просто это если больше грехи ну как бы это не грех смерти то есть вот вроде бы хорошая вот книга да о том то чтобы из церковь без стен да вот такая что нужно быть простыми такими вот в домашних группах развиваться как бы евангелизировать развиваться и все но здесь нету ну вот как сказать этого скелета который бы опорный был который чтобы тебя двигал к этому да целью должно быть проповедь евангелия достижение людей которые вокруг тебя но не все ваши соседи хотят к вам приходить и не все могут открыться не все не не все могут прийти к богу но мы должны доделать приводить людей но не все так способны и вот здесь они как бы говорят о таких вещах которые классные но когда практически да принимается да через это может классно чувство когда ты первый раз это делаешь я освободился это помыли ноги души ты сошел как классно все произошло все классно через время твои собрались что дело теперь выдать подумал что можете делать а еще не исповедовать здесь давайте еще попробовать ведь такое переживание мы имеем то души сошел начинает это делать а он уже не так и через время она становится религиозным действием опять ты и все равно эти группы у бы как бы исчерпывает себя какими-то идеями потому что они вот такие вот небольшие не становятся частью того что бог делает я я вижу в писании особенно в писании что первоапостольская община она держалась на двух столпах так который домашней группах это которая была в собиралась отдельно вот именно на центральное собрание при том чтобы не были гонимы зачем это нужно было собраться на центральное собрание чтобы увидеть и рассказать как она все классно происходит как узнать что делать те люди что это происходит и зародиться той новостью которая происходит услышать и чувствовать себя то что ты часть божьего плана нормально это нормально ведь мы живем как бы то в это время чтобы быть увидеть друг друга чтобы узнать и и и и хорошие истории друг от друга хотя они говорят что нужно это принципы достижения новых людей как бы там я вам почитать времени почитать такие вещи как они говорят что не нужно быть религиозными и и церковниками когда вы начать в эту домашнюю группу будьте на уровне тех людей с которыми вы общаетесь я ставлю знак вопроса если извините я попал все до наркоманов правильно из из иисус сел у колодца всех посадил на траву и и и и сел у колодца и чтобы я вот наркомана так и все пошел я уколусь вместе с вами быть и попробую достичь это все я понимаю чем говорю да они понимают что они в этом типа ну за ну как бы ну быть более простой до действительности иисус приходил среди грешника и мытарей находился да и он с ними общался люди ой ты и ты был знал от его был пророком какая женщина к нему подошла но в замете что он не опустился на их не уровень ну а не просит что типа можно подняться но здесь но вы думаете иисуса не было религиозного позиции он на все праздники ходил а это все были живи все же евреи были ну а ты откуда если все евреи откуда там проститутки это самое и грешники появились брать по серьезному так ну я за то чтобы домашние группы они были свободны реально чтобы они двигались и чаще всего не не зацепились это религиозных вещах да чтобы они были свободными общались между собой чтобы они поддерживали друг друга и и достигали людей но не достигали на уровне как типа вот ну как бы станет как в клубы заходить покурить со всеми там друзья там пригласили в это самое в клуб гавана да заходишь там топор можно повесить надышался и курился весь в куриный ходит разве это ну нужно пропитались нафталином потом но я хочу сказать может быть я еще критически подхожу к этому я верю что есть моменты где мы должны двигаться вместе и так там написано эфесянам 4 глава он поставил одних апостолами другими пророками иных евангелистами иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела миссии для чего поставлены эти люди на созидание тела миссии как вы думаете любовь тоже созидает которая долго терпит которая не ищет своего который не привод она созидает страна принято тоже созидает научит людей если принял пророка во имя пророка да там и чашку воды дал это будет заграждение будет мы действуем доколе не придем в единство веры о должно быть единство веры должно какое-то быть учение где мы двигаемся вместе чтобы мы понимали друг друга в этой книге не говорят нужно быть свободными то есть не должно быть доктринально какие-то догмы которые мы должны поступить из писания вот писание читать это все нормально вот понимать и все все да некоторые церкви которая как бы чуть-чуть голубой ориентации они тоже говорят мы все понимаем Давид любил Ленафана больше чем женщин так написано да да поцеловал его и пошел куда поцеловал что он с ним делал зачем поменялся одеждой и так далее и так далее и так далее что угодно можно научиться некоторые там себе находят моменты говорят одному пророку иди возьми себе жену блудницу пошел женился на проститутке потому что она приносит прибыль домой я вам серьезно и такие есть кадры вариант но здесь четко понятно что чтобы должно быть все обучение чтобы именно пока мы не придем в сознание единой веры божьей в мужа совершенного в меру полного возраста мессии не нужно учить что угодно нужно иметь положение во что мы на самом деле верим верим ли в домашние группы что они должны размножаться да умножаться и проповедь в Англии должна быть но дальше когда человек познал Бога да Бог освободит ты примей и Бог тебя освободит и что и потом когда ты полную свободу получил что тебе с этой свободой делать а ему говорят ты знаешь ты уже не можешь красть ой как не могу красть всю жизнь крал вот ты не можешь красть красть а подворовывать можно подворовывать красть нельзя подворовывать можно однажды я вам скажу одну историю такая глупая конечно вот это это случилось с моим родственникам в семье у них не много детей хотя они вышли из семьи которых девять детей и одна из доктринальных позиций что женщина четородием будет спасать четородием что детей должно быть много это позиция как бы ну такая однажды к моему тесте у него пятеро пришел один пророк и начинает пророчить ответишь за всех остальных что ты имеешь ввиду а где остальные дети ну на век что у вас только пятеро мало да вот вот такие а здесь такая ситуация что тоже родители начинают езжать а чего вас только двое и кого что за привычка вы взяли как бы современной церкви нужно бы детей больше и так далее и ну родственник говорит ну понимаете то есть мы понимаем что надо что важнее иметь много детей и не дать им ну как бы вас не воспитание не чтобы они с тобой были они будут ну понятно что кто-то большинство как бы кто-то по-своему либо либо несколько но но ты их в божьем страхе поднимаешь он говорит да надо думать что больше нужно вот и ты имеешь много детей и ну как бы тоже обеспечить обеспечить детей нужно все у нас бог сука дал только дал есть нужда вот ты идешь мимо поля которое и вот там кукуруза ты взял кукурузу потому что бог подождите так это воровство вот какое воровство оно растет ну да оно же колхозное значит ничего мышление вы понимаете этот момент очень очень скользкий такой вот именно что делать такими доктринальными вещами и вот здесь писание готово чтобы мы возрастали в полноту меры божьего возраста бог дал нам в общине именно служение чтобы помогать друг другу откровениями служениями созидать тело мессии давайте посмотрим кто такой апостол один из переводов библейских характеризует апостола как делегат посланник шлахим да с полным объемом полномочий начитаю когда они говорят о том что ну как бы они говорили что то есть в этой книге не говорят что вот это церкви которые свободны такие ли там эти группки что церковь взял эту иерархическую позицию и апостолы были там как бы епископа они начали управлять они даже структуры у уезжают людей люди не могли развиваться они как бы и вот они пишут апостольская команда что апостолов было как бы не только 12 там апостолами называли так Варнаву Аполосом Тимофея Апофродита Исила так и так далее это были маленькие люди посылаемые с поручением слово посылаемые определяло их функцию они не занимали никакого особого положения не имели ни власти ни влияния ну вот книжка интересно да ну здесь давайте признаки Павел говорит 2 к Арифинам 12 глава 12 стих признаки апостольства 12-12 давайте откроем 12-12 признаки апостольства признаки апостольства оказались перед вами всяким терпением знамениями чудесами и силами человек который не имеет никакого влияния ибо чего у вас не достает перед прочими церквями ради того что если я сам не был бы вам в тягость он говорит вот мое апостольство пас павел говорит признаки моего апостольства это мое терпение долготерпение знамение которое имею то есть во время свидетельства что происходит чудесами и силами то есть он говорит я приду с властью не говорите что о Павел он там только грозный когда он там пишет письма я к вам приду приду и за всем разберусь то есть с властью и знаете вот когда я смотрю на эти вещи они хотят сравнять момент уничтожить понятие церкви действительно где-то перегибы есть но нельзя допускать того чтобы не было какой-то структуры не было общения не было уважения трудящимся которые воспитают которые вас учат которые наставляют это необходимость итак мы придем после перерыва после до сих пор до сих пор